А бывший начальник национальной полиции Сергей Князев продолжает шквариться. Ох, Сергей Николаевич, ну зачем же вы так? Приветствую, дамы и господа. Сегодня мы поговорим о серьезных вещах, но с такой большой ноткой юмора, потому что все эти наши реформаторы МВДшные, они, конечно, не могут не вызывать смех. Был такой начальник, как вы помните, в национальной полиции Сергей Князев. Последние несколько лет именно он возглавлял национальную полицию. И потом внезапно он ушел, якобы вот новая власть, новый начальник. Ушел Сергей Князев с поста главы национальной полиции и теперь занимает пост советника министра внутренних дел. Как все мы знаем, советники министра внутренних дел занимаются двумя основными вещами. Первое, это пиар, да, всей этой МВДшной реформы, системы, не знаю, как правильно сказать. А второе, это они высказывают некие официальные версии. Все вот эти вот натягивания, натягивания совы на глобус, вот это вот как раз задача советников министра внутренних дел. И поскольку теперь Сергей Князев советник министра, вот он занимается натягиванием этой вот условной совы на условный глобус. Итак, 5 ноября у себя в фейсбуке Сергей Князев пишет нам о том, что хватит считать Украину страной третьего мира. Потому что вот есть такая организация, Евростат, и она отдала статистику за 2017 год по количеству грабежей в странах Европы. И вот он рассказывает нам, что больше всего грабежей происходит в Бельгии, 167 на 100 тысяч человек, да, чтобы вы понимали. И в Франции 150. А в Украине всего лишь 42 преступления, да, таких вот, грабежа на 100 тысяч человек. Что? То есть, ну, блин, немыслимо. И вот это он все нам показывает. То есть у нас, получается, грабежи в 4 раза меньше, нежели во Франции и в Бельгии. Ну, вы понимаете, какой уровень, короче, трэша? Что я сделал, в первую очередь? Конечно же, перешел на сайт этой уважаемой организации европейской. И нашел вот эту вот диаграмму, откуда взял, в общем-то, Сергей Князев эту информацию. Если хорошо присмотреться на эту диаграмму, то вот там где-то между Мальтой и Грецией находится Украина. Но если серьезно, то, ну, если вы внимательно посмотрели, то вы увидели, что Евростат не давал никакой информации по поводу уровня грабежей в Украине. Но Сергей Николаевич нам об этом не пишет. Он просто, вот знаете, сравнивает несравнимые вещи. Почему? Потому что он берет информацию статистическую от Евростата и сравнивает с той статистической информацией, которой кормят нас МВД последние несколько лет, а может даже и десятилетий. Потому что, я так понимаю, именно по их внутренней информации всего лишь 42 преступления на 100 тысяч человек. Но мы-то с вами точно знаем, что статистике МВД доверять нельзя. Не доверяйте нам. Особенно не доверяйте словам. Очень сложно действительно посчитать уровень преступности в Украине, и в частности по грабежам. Но, опять-таки, все сходятся приблизительно на одних и тех же самых цифрах. Что реальный уровень преступности где-то в 10 раз выше, нежели та статистика, которую показывает нам МВД. То есть, если взять, опять-таки, условно 42, вот этих вот, и умножить на 10, получается 420. То есть, в принципе, абсолютно нормальная цифра получается в соотношении с цифрами по Бельгии и Франции. То есть, где-то в три раза больше, чем в нормальных развитых государствах. Для того, чтобы это подтвердить, да, по крайней мере, по косвенным каким-то признакам, я нашел, погуглил и нашел несколько рейтингов старых. Я специально искал старые рейтинги, потому что там еще МВД так сильно не выделывалось и, возможно, давало более правдивую информацию. Это европейские как раз рейтинги, не наши, куда попадала информация по Украине. Так вот, по уровню преступности, по европейским рейтингам, там за старый, по-моему, за 2015 год, по уровню вообще преступности, Украина была на третьем месте. То есть, в Европе. Хуже нас, только две страны было по уровню преступности. И вот если смотреть на этот рейтинг, чисто по коэффициентам, то у Украины был коэффициент 5,2. А у той же самой Франции и Бельгии там 1,5, 1,3. То есть, опять-таки, в три раза больше совпадает абсолютно. Еще я нашел один старый рейтинг, там 95-2011 года, по умышленным убийствам. И опять-таки, смотрим на Украину и смотрим в сравнении с Францией и Бельгией. В Украине идет коэффициент 9, 10, там 8, есть какой-то год 7. А у Франции, у Бельгии опять там 1,2, 1,5, 1,7. То есть, по убийствам там вообще в три в четыре раза больше в Украине. Но по грабежам, Сергей Николаевич нам рассказывает, оказывается, у нас ситуация в четыре раза лучше, чем во Франции и в Бельгии. Ну, я понимаю, если бы Сергей Николаевич это все рассказывал в телевизоре, да? Вот людям, которые не умеют гуглить, проверять информацию. Но он ведь это пишет в Фейсбуке. Нам с вами, которые могут проверить эту информацию. Ой, Сергей Николаевич, зачем вы так шкваритесь? Проводить таку, вона важлива праця, щодо реалізації и, тобто, контролю за... Нет слов.